Начинаем выпуск со срочной новости. В Омске на улице 4-я транспортная. На двухэтажный жилой дом рухнула стрела самоходного гусеничного крана. Конструкция также накрыла стоящую неподалеку КАМАЗ. Есть пострадавший. Это рабочий стропольщик. Он госпитализирован в больницу с переломом ноги. В региональном МЧС информацию о пострадавшем подтвердили. На место происшествия направлена группа центра по управлению в кризисных ситуациях. В ликвидации последствий задействованы 28 человек из спецтехника. На месте ЧП работает моя коллега Юлия Ковыршина. Она на прямой связи со студией. Юлия, здравствуй. Мы ждем у тебя первых подробностей. Главное, есть ли пострадавшие. Да, Даша, вот уже больше двух часов на месте происшествия работают спасатели. Ну, я начну с того, что происходит в месте происшествия в данную секунду. Вот буквально 40 минут назад здесь появилась строительная техника. И вот сейчас, в данный момент, упавший кран поднимает. 40 минут потребовалось для того, чтобы разрезать эту огромную наготонную конструкцию и ее поднимать по частям. Ну, а теперь данные о пострадавших. Ты была права, когда сказала, что пострадавший на данный момент один. Это машинист башенного крана. Его увезли в больницу буквально в первые минуты после случившегося. У него действительно перелом ноги. Других пострадавших нет. И это нам подтвердили специалисты МЧС. Вот первый официальный комментарий, который мы записали, как только прибыли на место происшествия. Давайте послушаем. Что касается дома, значит, эвакуировано 7 человек, в том числе двое из них детей. Значит, данные граждане размещены в автобусе. Никто из них не пострадал. Предварительно обследовав дом, можно сказать, что он готов для проживания. Там небольшие повреждения кровли. Все службы единой системы реагирования сработали четко. Насколько серьезно пострадал от обрушения дома, что сейчас с жильцами? Что касается жильцов, в первые минуты их эвакуировали. В первые минуты после случившегося специально здесь автобус. Он до сих пор находится здесь на месте случившегося. Жильцы, около 7 человек были эвакуированы, среди них и дети. И мы пообщались, зашли в автобусы, пообщались с одной из жителей этого дома. И, конечно, слава богу, ничего трагического ни с кем из них не произошло. Но испуг был действительно колоссальный. И вот что говорили люди. Я сидела за столом, за компьютером. В это время шум, треск, потрясение какое-то. Я вижу, что падает так вот края муха. Перед окошком у меня здесь сидела, падает кран. Но было очень, конечно, страшно. Я сразу как была раздетая в халатике, так я и выскочила на улицу. Убедилась, что кран вот он рядом. Слава богу, не на меня, как говорится, думаю. Но испуг был страшный, конечно, меня все колотило. Да, вот такие эмоции жителей. Напомню, что они сейчас находятся в автобусе, ждут, когда кран поднимут, и они смогут зайти в свои квартиры. Что касается самого дома, мы побеседовали также с представителями управляющей компании, которые тоже прибыли сюда в первые же минуты. Дело в том, что буквально неделю назад здесь завершили ремонт кровли. Действительно, ремонт был свежий, и насколько серьезные разрушения, тоже пока неизвестно. Спасатели вовнутрь никого не пускают, пока не будет поднят кран. Но мы, как я уже сказала, машинист, управлявший краном, доставлен в больницу, поэтому побеседовать с ним никому не удалось. Но мы попытались поговорить с другими строителями, которые работают на этой строительной площадке. И вот что они сказали о своем коллеге, скажем так. Они сказали, что человек был опытный водитель. Давайте, собственно, послушаем фрагмент нашей беседы. Он, да, он опытный, храном, да, старый большой у него. Как это получилось? Вы не виделись? Нет, мы с другой стороны были. А вообще, что могло произойти? Даже не предположение? Не знаю, даже не скажем. А были какие-то еще случаи на строительной площадке? Нет, 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 нет. Юлия, ну еще такой вопрос. Как происшествие сказалось на движении? Ну, насчет этого ничего страшного не происходит. Машины здесь в районе места происшествия двигаются свободно. Никаких ни заторов, ни пробок. Действительно, и спасатели, и полицейские, и сотрудники ГИБДД все прибыли достаточно оперативно на место происшествия. Поэтому последствия случившегося, ну, они, может быть, не столь серьезные. Вот, работы продолжаются. Я напомню, что в данной вот минуте, к сожалению, мы показать вам этого не можем, но в данной минуте сейчас вот этот кран его поднимают. Другой строительный кран, вот буквально сейчас его убирают. После этого спасатели, опять же, и следователи продолжат работу, уже обследуют дом внутри, оценят, насколько действительно серьезные разрушения. Ну и, конечно, после экспертизы уже будут известны им причины, почему же, собственно, башенный кран рухнул на жилой дом. Ну, а мы продолжим, наша темночная группа продолжит работу еще здесь, на месте. И новая информация, какие-то новые подробности мы сообщим в нашем следующем выпуске новостей в 17 часов. Даша. Сейчас на месте происшествия работает следственная группа. Специалисты устанавливают обстоятельства случившегося и причины падения крана. Добавлю, за последние полгода это уже второе ЧП со строительным краном в Омске. Первая трагедия произошла в октябре 2015 года. На прежнюю часть улицы маршала Жукова со строительной площадки рухнул башенный кран. К сожалению, тогда жертв оказалось значительно больше. Многотонная конструкция буквально раздавила автомобиль RAV4 и микроавтобус Соболь. В Тойте ехала семья. Оба родителя грудной ребенок скончались на месте. Старший сын семьи выжил. В ЧП сильно пострадал крановщик, а водитель Соболя от полученных травм скончался по пути в больницу. Подробности с места ЧП на 4-й транспорте мы сообщим позднее. Продолжение следует... Продолжение следует...